И до тех пор, пока человек не знает, как правильно действовать, он будет постоянно находиться в этом забвении. То есть он будет постоянно страдать. Почему каждый из нас страдает? Потому что человек не осознает, что он душа. И действует не в зависимости с духовным знанием. В этом материальном теле. Посмотрите, сколько много людей образованных и нищих. И сколько людей, допустим, необразованных и богатых. Но почему-то всегда такое представление у людей, что образование дает материальное процветание. Нет. Очень просто можно разбить любой аргумент, где доказать, что никакое образование не дает никакого материального благополучия. Материальное благополучие дается по каким-то другим законам. И можно просто взять и научно это выставить перед учеными. И они сразу запутываются. Я вот делал, допустим, люди, кандидаты наук, доктора наук, ректора институтов, они приходят, они общаются. И мы с ними говорим об этом. И когда они говорят образование, вот с позиции ВЕД, то есть это не мое придумание, я им говорю о ВЕДах. Как ВЕД? И они запутываются. И они говорят, ну значит есть какая-то свыше. А какая свыше? Они говорят, ну есть какой-то закон, неощутимый закон, который, в общем-то, приводит это в действие. Почему люди удачливы, почему не удачливы? Что же говорят самые ВЕД? Помните, есть такое выражение? Время разбрасывать камни и время собирать. Что посеял, то и порт. То есть ВЕД, что литература полностью объясняет, что происходит с живым существом. Почему где-то кто-то рождается, почему он получает такое тело, такие формы болезней, такие представления жизни. Почему кто-то материалист, кто-то сатанист, кто-то там иеговист, кто-то кришнаит, кто-то буддист. Оно объясняет полностью, четко, почему это происходит с человеком. Почему марксист, ленинист или кто-то еще. Почему один человек действует так, почему один человек преступник, другой человек борется против преступности. Почему все ввергаются в эту двойственность, вечной войны добра и зла. Кто представляет здесь модусы добра и зла. Как выбрать нейтралитет или как встать на ту или иную сторону. Какие существуют практики, почему люди пьют, курят, почему они прелюбодейничают. Откуда появляется ложь, полностью все объясняет ведическая литература. С чем это связано. И как мы должны рассматривать это положение. По отношению к себе и по отношению к окружающему нас миру. Никто не знает, что такое закон кармы. Почему живое существо в теле животного попадает в более лучшие условия. Почему оно так склонно заниматься человеческой деятельностью. Это закон кармы. И ведическая литература очень хорошо дает науку, как даже можно распознавать прошлое, настоящее и будущее. Это качество на санскрите называется триколагия. Триколагия. То есть знать прошлое, настоящее и можно вычислить будущее. По поведению человека. По его нынешнему состоянию можно увидеть, кем он был в прошлом. Даже по его больничной карте, какие у него болезни, можно определить, какой формой греховной деятельности он занимался. По его привычкам, движениям, каким-то определенным привычкам. Я часто рассказываю, был у меня один знакомый. Когда ему было плохо, он залезал на дерево, ложился так вот на живот, на ветку, складывал так руки и вот так смотрел. Да, я вполне серьезно говорю. Даже в человеческое тело человек переносит привычки животных. И есть определенный раздел знания. Люди просто очень невнимательны, они не наблюдают, не наблюдательны. То есть утерян аспект созерцания, наблюдений. Поэтому они не видят даже в себе и в других. Поэтому они считают, что они отживут один раз, что жизнь коротка, и мы живем один раз, и нету никаких реинкарнаций, мы не душим, мы просто живем один раз. Жизненный воздух уходит и все, на этом кончается. Поэтому пей, гуляй, веселись. На самом деле все не так. Все совсем не так. И живое существо, подвергая себя этой деградации, вступает в такую очень опасную борьбу. И те живые существа, которые обладают более высоким уровнем сознания, они пытаются их спасти. То есть давая им ведическую науку. Это знание существует всегда, но оно по мере нашего очищения может проявиться. По мере нашего осквернения мы не проявляем просто интереса к этому знанию. В ведической литературе есть такое сравнение. Мы говорим, солнце село. Но каждый нормальный человек понимает, что солнце никуда не садится. Так ведь? Или мы говорим, солнце встало, но солнце и не вставало, и не садилось. То есть вот такой пример сознания. Знание существует всегда. Для кого-то оно проявлено, для кого-то оно исчезает. Мы говорим, все, вот оно сейчас только появилось. И люди говорят, а почему раньше об этом не говорили? А потому что раньше никто и не интересовался этим. И как только кто-то начинал интересоваться, тут же под давлением внешней среды человека объявляли сумасшедшим, глупым. Даже такой наглядный пример была и есть сейчас. Чиосов Блавацкая Елена Петровна. Она в свое время в Петербургском географическом обществе выступила с докладом о тибетских адептах, которые обладали такими ситхами. Ну, ситха на санскрите это значит сенсорные способности определенные, мистические совершенства. И что люди, они могли перемещаться в пространстве. Такое качество, может быть, кто-то слышал, телепортация называется. То есть вот он стоит на одном месте, потом исчезает и появляется где-то очень на большом расстоянии в другом месте. Мгновенно это происходит. И кое-что еще она рассказывала, что она вступала с ними в контакты, общалась, они рассказывали ей кое-какие вещи. И она была сразу объявлена сумасшедшей. То есть ее сразу автоматически исключили из круга даже вообще ученых. Было выдвинуто такое вине, что ученый такие глупости говорить просто не может. Как вы, ученый, говорите такую чушь? Она ездит в другую страну. И английское географическое общество, та же самая история, они объявляют ее ненормальной. Но здесь очень сильное давление оказывает. Там меньше давления, поэтому там свободнее. В общем-то можно было каким-то людям, которые интересовались это рассказывать, показывать, объяснять. То есть мы видим, что знания всегда существуют. И сейчас время наступило. Наступил этот период. Люди восприимчивы к ведическому знанию. Каждый что-то слышал о карме. Каждый что-то слышал о реинкарнации. Каждый слышал о духовных науках, о йоге. И сейчас мы можем с вами даже вот так свободно общаться на такие темы. В то время йога людей уже было потерянным качеством. Они ничего не знали. Коммуникации были нарушены. Люди очень сильно деградировали. Практически эта деградация продолжается до сей поры. Но информированность есть. Информацию широкую мы получаем. Итак, мы можем заметить, что ведическая литература является бриллиантом. То есть является сутью всех объяснений, как устроено здесь все, что происходит с живыми существами. И вот я бы хотел еще рассказать вам о разных категориях живых существ, которые представлены здесь в материальном мире. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в этой материальной вселенной. Форм. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч форм человеческих. Существует 400 тысяч форм человеческих живых существ. Из них наша форма, которая представлена на этой планете, самая примитивная. Даже живые существа, имеющие форму на низших планетарных системах, более в сенсорном отношении, развитые. Но в духовном отношении, менее развитые. То есть они не восприимчивы к науке о Боге. Поэтому они занимают низшее положение. Ведическая литература объясняет, почему существуют высшие, средние и низшие планетарные системы. Вся ариархия во Вселенной строится по уровню духовного знания. Не материального знания, а духовного знания. Чем больше одухотворено живое существо, тем более высокое положение оно занимает во Вселенной. И более, естественно, лучшие условия жизни. И есть низшие планетарные системы или средние планетарные системы. Наша с вами планета относится к самой низшей среди высших. Это планета седьмого уровня. Поэтому очень много связано с цифрой семь. Ведическая литература объясняет целые разделы нумерологии. Что такое один, что такое два, три, как это связано с философией, с концепциями мироздания, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и все остальное. Как алфавиты связаны с определенными философскими, мистическими концепциями. Что это за вибрации? Как они действуют на человеческий организм и все остальное. Все контакты с разными уровнями сознания, которые присутствуют здесь у нас, в нашем мире, в материальном мире, они, естественно, должны быть подтверждены прошлым. И мы можем найти, допустим, Агни-йоги. Очень многие люди интересуются Агни-йогой, Рерихами. И в Ведах описан один из уровней этого контакта, который называется Акаши-шастра. Акаши-шастра – это Акаши, это означает эфир. Шастра – это писания, которые могут сниматься из эфира, то есть более тонкого плана. Человек, наделенный определенными способностями психики. Ну, вот мы, допустим, слышали, наверняка, все такое понятие, как медиумические способности. И вот Елена Ивановна, Рерих, она обладала такой вот способностью медиумизма и могла выходить в этот тонкий астральный план и считывать определенные клише. То есть все писания, которые существуют здесь, на Земле и вообще в этом материальном мире, они имеют свои источники. Почему я говорю, так и называется в Ведах – Акаши-шастра. То есть шастра – это священные писания. Акаши, которые закодированы в эфире. И человек, который обладает каким-то качеством медиумизма и умеет контролировать это качество, то есть способность. Мы можем входить, допустим, знаете, чтобы было более понятно, во сне. Люди входят в сон, в тонкое состояние деятельности, но не могут себя контролировать во сне. Точно так же и медиумы, они разделены на несколько уровней и категорий. Одни могут входить в это состояние, но не могут там ориентироваться и не могут управлять собой там в этом астральном мире. То есть действовать по определенному плану. И есть люди, которые входят в эти состояния и действуют там, но они не знают, как правильно действовать там. То есть как человек, приезжающий в город, он понимает, что надо спрашивать, но ему говорят то-то, то-то, и он там мыкается, тыкается куда-то. И есть другая категория этих медиумов, которые развели знания. То есть они знают, на какой уровень астрального бытия они выходят, с какой целью, как там действовать, по каким законам, по каким планам, куда им нужно обращаться. Ну, знаете, как в компьютере. Какой файл, куда, что, какие коды нажать, чтобы раскрыть те или иные аспекты определенной информации, которые нужно им почерпнуть. Потом это все воспринимается человеческим мозгом и прорабатывается, то есть проговаривается. Все эти коды, шифры, они проговариваются в звуке определенной речи, которую обладает этот медиум. То есть, допустим, если человек привык на русском языке говорить, он проговаривает это в мозгу, это все расшифровывается. И он садится и пишет, допустим, в этом состоянии, определенное состояние транса. Таким вот, допустим, представителем таких вещей являлся, допустим, Нострадамус. Это типичный представитель Акаши-шастры. То есть, астрология плюс вот эта способность медиумизма. То есть, вычисление определенное, вхождение в определенное психическое состояние, подключение к этим каналам Акаши-шастры и считывание информации, которая присутствует на тонком плане. На тонком плане существует вся информация прошлого, настоящего и будущего. Полностью. На самом деле, определенные события и действия, они уже рассчитаны на астральном плане. Но они могут изменяться. Могут изменяться под воздействием определенных процессов сознания людей. Их можно менять. Поэтому такое качество, как фатализм, фатализм, очень многие люди, они говорят, астрологи или экстрасенсы, или люди, связанные с законами кармы, они говорят, что все, в общем-то, уже предсказано, предначертано, и никуда не развернуться, ничего не избежать. Все, на самом деле, абсолютно все можно избежать и все можно изменить. Абсолютно все. Любую человеческую судьбу, закон кармы, все изменяется. Но при определенных условиях. Только определенных условиях. Если мы обратимся к каким-то другим способам изменения, ничего не сработает. То есть, есть целая наука, как можно изменить человеческую судьбу, как можно считывать информацию, предсказывать будущее, как можно изменить это будущее, как можно изменить свое прошлое. Все это объясняет ведическая литература. Все абсолютно эти концепции. Я думаю, вам будет интересно в заключении этой информации, я расскажу вам довольно длинную историю. Я думаю, вам будет интересно ее послушать. Более пяти тысяч лет назад на стыке Кали-юги, каждая юга, когда приходит на стык и начинается новая эпоха, новая юга, это ознаменуется юга Пролая. Пролая – это акт разрушения. Каждая юга меняется через акт разрушения. Это разрушение называется Пролая. И каждая юга сопровождается большим потопом. Каждая юга. Сатя юга, когда меняется, приходят два пара юга, возникает большой потоп. Вулканы взрываются, происходит земельная обскурация. Вода, где была суша, поднимается вода. Где была вода, там появляются новые земли. И в этой обскурации земельной, то есть в этом акте разрушения, это определенный закон вселенский, уничтожается Варна Самскара. Нежелательное население планеты уничтожается в этих катаклизмах. Это специальный закон. Уничтожить все нежелательное население. И оставить сохранить только живые существа, еще склонные к восприятию абсолютной истины. И таким образом, перед этой эпохой, веком Кали, Пурана описывает такие события. Вы поймете, почему я рассказываю это. Один из последних ведических царей, а поскольку ведическая литература описывает, что вся наша планета всегда принадлежит одному царю. И существует одна цивилизация, арийская цивилизация. Те, кто идут по пути освобождения. То есть, весь смысл деятельности живых существ возвратиться назад в духовный мир. Через практику бхакти-йоги. Это существует всегда. Все три эпохи. И вот, в конце третьей эпохи, которая называется Два Пара-юга, один из последних ведических царей, его звали Махарадж Яяти. Махарадж, это означает Великий Царь. Махарадж. Каждый царь ведический обладал восьмью мистическими совершенствами. Восьмью мистическими ситхи. Ситхи на санскрите означает мистические способности. Он мог становиться меньше меньшего и больше большего. Анима и махима ситхи. Это такой аспект масштабирования. То есть, человек по своему желанию мог уменьшаться до размеров атома и увеличиваться до расстояния, прямо до сати-локи, говорится, мог увеличиться. Каждый царь ведический обладал восьмью мистическими совершенствами. Он мог, вот как мы сейчас говорим, телепортация, левитация, умение читать мысли, материализовать предметы, знать прошлое, настоящее и будущее. И каждый царь обладал восьмью мистическими совершенствами. И вот одним из таких царей, то есть, сенсорные способности были такие развитые. И никогда не было, чтобы царь был такой примитивный. То есть, пьяница, как привычки животных. И есть определенный раздел знания. Люди просто очень невнимательны, они не наблюдают, не наблюдательны. То есть, утерян аспект созерцания, наблюдений. Поэтому они не видят даже в себе и в других. Поэтому они считают, что они отживут один раз, что жизнь коротка, и мы живем один раз, и нет никаких реинкарнаций, мы не душим, мы просто живем один раз. Жизненный воздух уходит, и все, на этом кончается. Поэтому пей, гуляй, веселись. На самом деле, все не так. Все совсем не так. И живое существо, подвергая себя этой деградации, вступает в такую очень опасную борьбу. И те живые существа, которые обладают более высоким уровнем сознания, они пытаются их спасти. То есть, давая им ведическую науку. Это знание существует всегда, но оно по мере нашего очищения может проявиться, по мере нашего осквернения мы не проявляем просто интереса к этому знанию. В ведической литературе есть такое сравнение. Мы говорим, солнце село, но каждый нормальный человек понимает, что солнце никуда не садится. Так ведь? Или мы говорим, солнце встало, но солнце и не вставало, и не садилось. То есть, вот такой пример сознания. Знание существует всегда. Для кого-то оно проявлено, для кого-то оно исчезает. Мы говорим, все, вот оно сейчас только появилось. И люди говорят, а почему раньше об этом не говорили? А потому что раньше никто и не интересовался этим. И как только кто-то начинал интересоваться, тут же под давлением внешней среды человека объявляли сумасшедшим, глупым. Даже такой наглядный пример есть сейчас. Чиосов Блаватская Елена Петровна. Она в свое время в Петербургском географическом обществе выступила с докладом о тибетских адептах, которые обладали такими ситхами. Ситха на санскрите это значит сенсорные способности определенные, мистические совершенства. И что люди, они могли перемещаться в пространстве. Такое качество, может быть, кто-то слышал, телепортация называется. То есть, вот он стоит на одном месте, потом исчезает и появляется где-то очень на большом расстоянии в другом месте. Мгновенно это происходит. И кое-что еще она рассказывала, что она вступала с ними в контакты, общалась, они рассказывали ей кое-какие вещи. И она была сразу объявлена сумасшедшей. То есть, ее сразу автоматически исключили из круга даже вообще ученых. Было выдвинуто такое обвинение, что ученый такие глупости говорить просто не может. Как вы, ученый, говорите такой чушь? Она ездит в другую страну, и английское географическое общество та же самая история, они объявляют ее ненормальной. Но здесь, чем сильное давление оказывает, там меньше давления, поэтому там свободнее. В общем-то, можно было каким-то людям, которые интересовались это рассказывать, показывать, объяснять. То есть, мы видим, что знания всегда существуют. И сейчас время наступило. Наступил этот период. Люди восприимчивы к ведическому знанию. Каждый что-то слышал о карме. Каждый что-то слышал о реинкарнации. Каждый слышал о духовных науках, о йоге. И сейчас мы можем с вами даже вот так свободно общаться на такие темы. В то время йога людей уже было потерянным качеством. Они ничего не знали. Коммуникации были нарушены. Люди очень сильно деградировали. Практически эта деградация продолжается до сей поры. Но информированность есть. Информацию широкую мы получаем. Итак, мы можем заметить, что ведическая литература является бриллиантом. То есть является сутью всех объяснений, как устроено здесь все, что происходит с живыми существами. И вот я бы хотел еще рассказать вам о разных категориях живых существ, которые представлены здесь в материальном мире. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни в этой материальной вселенной. Форм. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 400 тысяч форм человеческих. Существует 400 тысяч форм человеческих живых существ. Из них наша форма, которая представлена на этой планете, самая примитивная. Даже живые существа, имеющие форму на низших планетарных системах, более в сенсорном отношении, развитые. Но в духовном отношении менее развитые. То есть они не восприимчивы к науке о Боге. Поэтому они занимают низшее положение. Ведическая литература объясняет, почему существуют высшие, средние и низшие планетарные системы. Вся ариархия во вселенной строится по уровню духовного знания. Не материального знания, а духовного знания. Чем больше одухотворено живое существо, тем более высокое положение оно занимает во вселенной. И более, естественно, лучшие условия жизни. И есть низшие планетарные системы или средние планетарные системы. Наша с вами планета относится к самой низшей среди высших. Это планета седьмого уровня. Поэтому очень много связано с цифрой семь. Ведическая литература объясняет целые разделы нумерологии. Что такое один, что такое два, три, как это связано с философией, с концепциями мироздания, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и все остальное. Как алфавиты связаны с определенными философскими мистическими концепциями, что это за вибрации, как они действуют на человеческий организм и все остальное. Все контакты с разными уровнями сознания, которые присутствуют здесь у нас в нашем мире, в материальном мире, они, естественно, должны быть подтверждены прошлым. И мы можем найти, вот допустим, огнейоги. Очень многие люди интересуются огнейогой, вот рерихами. И в ведах описан один из уровней вот этого контакта, который называется Акаши-шастра. Акаши-шастра это означает эфир, шастра это писание, которое могут сниматься из эфира, то есть с более тонкого плана, человек, наделенный определенными способностями психики, ну вот мы, допустим, слышали наверняка все такое понятие, как медиумические способности. И вот Елена Ивановна, рерих, она обладала такой вот способностью медиумизма и могла выходить вот этот тонкий астральный план и считывать определенные клише. То есть все писания, которые существуют здесь на Земле и вообще в этом материальном мире, они имеют свои источники. Почему я говорю, так и называется в ведах Акаши-шастра. То есть шастра это священные писания, Акаши, которые закодированы в эфире. И человек, который обладает каким-то качеством медиумизма и умеет контролировать это качество, то есть способность. Мы можем входить, вот допустим, знаете, чтобы было более понятно, во сне люди входят в сон, в тонкое состояние деятельности, но не могут себя контролировать во сне. Точно так же и медиумы, они разделены на несколько уровней и категорий. Одни могут входить в это состояние, но не могут там ориентироваться и не могут управлять собой там в этом астральном мире. То есть действовать по определенному плану. И есть люди, которые входят в эти состояния и действуют там, но они не знают, как правильно действовать там. То есть вот как человек, приезжающий в город, он понимает, что надо спрашивать, но ему говорят то-то-то-то, и он там мыкается, тыкается куда-то. И есть другая категория этих медиумов, которые развели знания. То есть они знают, на какой уровень астрального бытия они выходят, с какой целью, как там действовать, по каким законам, по каким планам, куда им нужно обращаться. Ну, знаете, как в компьютере. Какой файл, куда что, какие коды нажать, чтобы раскрыть те или иные аспекты определенной информации, которую нужно им почерпнуть. Потом это все воспринимается человеческим мозгом и прорабатывается, то есть проговаривается. Все эти коды, шифры, они проговариваются в звуки определенной речи, которую обладает этот медиум. То есть, допустим, если человек привык на русском языке говорить, он проговаривает это в мозгу, это все расшифровывается, и он садится и пишет, допустим, в этом состоянии, определенное состояние Таким представителем таких вещей являлся Нострадамус. Это типичный представитель Акаши Шастры. То есть астрология плюс способность медиумизма. То есть вычисление определенное, вхождение в определенное психическое состояние, подключение к этим каналам Акаши Шастры и считывание информации, которая присутствует на тонком плане. На тонком плане существует вся информация прошлого, настоящего и будущего. Полностью. На самом деле определенные события и действия, они уже рассчитаны на астральном плане. Но они могут изменяться. Могут изменяться под воздействием определенных процессов сознания людей. Их можно менять. Поэтому такое качество, как фатализм, фатализм, очень многие люди, они говорят, астрологи или экстрасенсы, или люди связанные с законами кармы, они говорят, что все в общем-то уже предсказано, предначертано и никуда не развернуться, ничего не избежать. Все на самом деле, абсолютно все можно избежать и все можно изменить. Абсолютно все. Любую человеческую судьбу, закон кармы, все изменяется. Но при определенных условиях. Только определенных условиях. Если мы обратимся к каким-то другим способам изменения, ничего не сработает. То есть есть целая наука, как можно изменить человеческую судьбу, как можно считывать информацию, предсказывать будущее, как можно изменить это будущее, как можно изменить свое прошлое. Все это объясняет ведическая литература. Все абсолютно эти концепции. Я думаю, вам будет интересно в заключении этой информации, я расскажу вам довольно длинную историю. Я думаю, вам будет интересно ее послушать. Более пяти тысяч лет назад на стыке Кали-юги, каждая юга, когда приходит на стык и начинается новая эпоха, новая юга, это ознаменуется юга Пролая. Пролая это акт разрушения. Каждая юга меняется через акт разрушения. Это разрушение называется Пролая. И каждая юга сопровождается большим потопом. Каждая юга. Сатья юга, когда меняется, приходит два пара юга, возникает большой потоп. Вулканы взрываются, происходит земельная обскурация. Вода. Где была суша, поднимается вода. Где была вода, там появляются новые земли. И в этой обскурации земельной, то есть в этом акте разрушения, это определенный закон вселенский, уничтожается варна самскара, нежелательное население планеты уничтожается в этих катаклизмах. Это специальный закон. Уничтожить все нежелательное население. И оставить сохранить только живые существа, еще склонные к восприятию абсолютной истины. И таким образом, перед этой эпохой, веком Кали, Пурана описывает такие события. Вы поймете, почему я рассказываю это. Один из последних ведических царей, поскольку ведическая литература описывает, что вся наша планета всегда принадлежит одному царю. И существует одна цивилизация, арийская цивилизация. Те, кто идут по пути освобождения. То есть, весь смысл деятельности живых существ возвратится назад в духовный мир через практику бхакти-йоги. Это существует всегда, все три эпохи. И вот, в конце третьей эпохи, которая называется Два Пара-юга, один из последних ведических царей, его звали Махарадж Яяти. Махарадж, это означает Великий Царь. Махарадж. Каждый царь ведический обладал восьмью мистическими совершенствами. Восьмью мистическими ситхи. Ситхи на санскрите означает мистические способности. Он мог становиться меньше-меньшего и больше-большего. Анима и махима ситхи. Это такой аспект масштабирования. То есть, человек по своему желанию мог уменьшаться до размеров атома и увеличиваться до расстояния, прямо до Сати-Локи, говорится, мог увеличиться. Каждый царь ведический обладал восьмью мистическими совершенствами. Он мог, вот как мы сейчас говорим, телепортация, левитация, умение читать мысли, материализовать предметы, знать прошлое, настоящее и будущее. И каждый царь обладал восьмью мистическими совершенствами. И вот одним из таких царей, то есть сенсорные способности были такие развитые. И никогда не было, чтобы царь был такой примитивный. То есть, пьяница какой-нибудь или что-то еще. Правители не бывали пьяницами в ведической культуре или какими-то ограниченными людьми, там, комбайнерами или кем-то. Нет. Такого не было никогда. Это называется разрушение человеческого общества. Все деградирует. Когда комбайнеры или кто-то еще начинают управлять, все разваливается. Если вы почитаете ведическую литературу, которая сейчас, многие разделы переведены на русский язык, вы будете потрясены. Вы будете потрясены. Очень приятно даже, я думаю, потрясены. Потому что каждый человек стремится разобраться и узнать все-таки, что на самом деле происходит. Чтобы эти заблуждения исчезли из его головы. И вот этот царь Яяти, у него было несколько сыновей. И ведическая литература описывает, что деградация человеческого общества начинается с момента появления в обществе млечхов. Млечха на санскрите означает мясоед. И аюрведа, адхарва-веда, в которой есть раздел аюрведы, фармакологии, и связанные со здоровьем, все эти вопросы, и даже в тантрах, есть полное объяснение. Как только благодаря мясоедению человек теряет полностью всю свою благодетель, он теряет уровень интеллекта, разума, все сенсорные способности, у него развивается половая потенция, он не может регулировать свой секс, он становится абсолютно неволевым, то есть все волевые качества исчезают. Постепенно он не может следовать никаким принципам, он теряет правдивость, он становится лживым. И вся ведическая концепция полностью объясняет, как процесс деградации начинается с употребления мяса. Вот почему Будда восстанавливает этот принцип афимса. Но сейчас современные буддисты, ух, только шум стоит. Как они потребляют. Не все, конечно, есть и очень разумные уровни, поскольку я тесно был связан многие годы с буддийской концепцией. Я знаю эти немного вещи. И вот эти млечки иногда появлялись в обществе, особенно в конце два параюги, на заре Кали-юги. Кали-юга ознаменуется тем, что начинают в ведическом обществе появляться мясоеды. Как только начинают появляться мясоеды, они начинают нарушать принципы системы ведической культуры. И очень дурно влияют на шудр. Шудры – это ведические рабочие. Они очень дурно влияют на шудр. И каждый раз браманы ведической культуры, то есть жрецы, интеллектуалы, совершали такую называемую млечхаягию. То есть определенный ритуал, который позволял остановить млечхов. То есть это совершалось огненное жертвоприношение. Разжигался огонь без спичек путем мантр. Даже говорится, что через тысячу лет люди смогут зажигать огонь звуком. Каждый может, в определенных сословиях, будет разжигать огонь звуком. Через тысячу лет. То есть люди будут говорить Ом-агни-на-ма-ха, и огонь будет загораться. Да, это факт. Даже сейчас уже это происходит. Но это будет доступно для многих, для более широкого круга людей, которые пройдут очищение ведической концепции. Вернутся все эти сенсорные способности, телепатия. Все вернется у людей. Все это вернется по мере очищения, через правильные практики. И вот они совершали млечхаягию. И целью этой млечко-яги было остановить процесс размножения этих млечков. То есть млечки, тот, кто ел мясо, они становились бесплодными. И так они вымирали. Разводился этот огонь. Возливали в огонь ги. Ги это топленое масло. И пели мантры из самоведы. Или из ригведы иногда. То есть определенные мистические звуковые вибрации. Мантры. Может быть вы слышали. Мантра означает, ман это ум, трая освобождение. Освободить ум от материалистических представлений. Вот любая молитва, даже русская, допустим, «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое», это мантра. На санскрите бы ее называли мантра. Но это, так сказать, на русском языке произносится. То есть каждое есть звуковая формация общества. У каждого общества есть своя звуковая формация в зависимости от его уровня сознания, его чистоты, поэтому есть определенные культуры, по которым сразу можно определить, к какому уровню относятся эта философия, религия, эти все цели. Анумая, пранамая, манамая, вегианамая. Или анандамая. Чего сейчас в современном мире стало совершенно мелкое-мелкое. То есть маленький совершенно процесс. И вот эти браманы, они совершали млечко-ягию. И каким-то образом им удавалось останавливать распространение этих млечков. Млечки вымирали. Но поскольку век Кали все время надвигался, это естественный процесс, то есть это закон, как вот зима, мы не можем зиму остановить, она все равно приходит. Также эти все факторы приближались. И пятеро сыновей этого царя Яяти, который сам был великим царем, праведной личностью, стали млечками. Они стали тайком есть мясо. Они попали под влияние звезд, в зависимости со своей кармой. Некогда эти пять сыновей оскорбили великого Риша. И он их проклял. И они попали под воздействие определенных изменений звезд. Вообще астрология считается одной из основополагающих наук ведической концепции. Одной из основополагающих. Но ведическая астрология, не такая, как вот сейчас там в газете пишут. Черный костюм не одевайте, там перстый галстук, ни туда не ходите. Это называется, так сказать, профанация. И вот эти пять сыновей, этого махараджа Яяти, они стали млечками. И у каждого из этих царевичей было очень много подданных. В Бхагавадгите есть такой стих. Чему бы ни следовали авторитеты, их подданные начинают действовать автоматически точно так же. И так, у них было несколько десятков миллионов подданных, и все эти подданные сразу стали подражать своим авторитетом и стали есть мясо. И образовался целый такой клан этих мясоедов. И тогда ведические браманы посоветовали царю изгнать их военным путем. Они должны были быть собраны и выкинуты под страхом смерти. Их все собрали, и махарадж Яяти проклял своих сыновей. Он сказал, что вы лишитесь ведической концепции, вы забудете ее, я проклинаю вас. И поскольку у него много мистических совершенств, это предсказание исполнилось. И эти млечки во главе со своими авторитетами были выкинуты с территории Варнашрамы, то есть ведической культуры. Они были выкинуты на новые земли, они были выброшены с континента Бхараты, с Бхарата Канды. Канда означает на санскрите континент. На новые земли они были выкинуты. И Пурана говорится, что они являются прародителями современной цивилизации Запада и Востока. Это и есть цивилизация млечков, мясоедов. То есть деградация. И вот эти царевичи со своими подданными на новых землях, они испытывают большие проблемы, поскольку закон кармы неумолим. И через некоторое время они видят, что все начинает идти плохо. Они начинают эпидемии, болезни, на них обрушиваются всевозможные природные катаклизмы. Я завтра постараюсь это объяснить. Те места, где они проживают, температура резко падает. То есть холод это наличие греховной деятельности. И ведическая литература очень хорошо объясняет, как в Кали-Югу, какие районы будут морозными и что там будут рождаться люди особо с плохой кармой, как это будет происходить и все остальное. И вот среди этих млечков были тоже падшие браманы, то есть жрецы, которые стали есть мясо. И поскольку они были связаны с ведической культурой, они решили тоже совершить очистительную ягию, жертвоприношение сделать, возливать ги в огонь, петь мантры, чтобы очиститься от этого проклятия и от этих качеств мясоедения. Они понимали умом, что не надо это делать. Но желание есть мясо было. Вот знаете, как курильщик, он понимает, что курить плохо, но он курит. Точно так же это называется деградация. Деградация определяется не тем, что нету информации. Деградация сознания может определяться только тем, что человек знает, но не может реализовать. Это значит деградированная личность. Значит, на него действуют модусы страсти и невежества. Потому что человек в благости, он живет в знании. То есть, если он знает, что это плохо, он этого не делает. Поэтому мы можем наблюдать, как в обществе все устроено. Все знают, то нельзя, нельзя врать, нельзя красть, нельзя преребодейничать, но никто ничего сделать не может с собой. Это модусы страсти и невежества. То есть, низшая природа. Особенно под влиянием всего этого процесса. И вот, они стали совершать жертвоприношения. И поскольку они были уже осквернены этим качеством мясоедения, ситхи их были, то есть, диапазон их мистических способностей, то есть, сенсорных способностей, очень ограничился. И они утеряли определенные способности и неправильно произносили мантры. То есть, определенные звуки на санскрите они произнесли неправильно. И мистическая сила была повернута в другом направлении. И результатом их жертвоприношения не было очищения. А из огня выкатился большой фрукт. Большой фрукт, который впитал все греховные реакции этих млечков. Этот фрукт впитал все греховные реакции этих млечков. И вторым качеством из этого огненного жертвоприношения вышла очень красивая девушка. И она была голая. И когда они предложили ей одежды, эти браманы, млечки, то она отказалась одевать, покрывать себя одеждами. И она сказала я викамбара. Викамбара на санскрите означает человек лишенный телесной концепции. То есть, человек, который воспринимает себя как душа. То есть, он не думает я мужчина, я женщина, я там голый, это плохо, это хорошо. Он смотрит себя и на мир как душа. И она была викамбарой. И поскольку она была рождена огненным жертвоприношением, ее назвали авьевати. Авья это жертвенный огонь. Евати это вышедшее из жертвенного огня. Авьевати. И тогда в обществе млечков был один йог. Его звали Адама. Дама на санскрите означает контроль чувств. Адама это тот, кто полностью контролирует свои чувства. Это описывается в Пуранах, Бавиште Пуранах. То есть, в произведениях, которые написаны более шести с половиной тысяч лет до нашей эры. по утверждению даже советских ученых, не говоря уже мировых. И вот эти млечки позвали этого йога Адаму. И этот Адама, он был тоже викамбара. Он ходил голый, поскольку у него не было телесных представлений. И эти млечки изгнали Адаму и авьевати из своего общества. И когда они хотели, вспомнили о фрукте, который появился из огненного жертвенного приношения, они не нашли этот фрукт. Кто-то этот фрукт, который впитал все греховные реакции, похитил. И тогда говорится, что перед потопом все великие мудрецы и риши нашей планеты собрались на континенте Бхарата в таком месте паломничества, как на Имишаране, лесной Имишаране, чтобы путем слушания Шримад Бхагаватам ведического произведения и постясь, слушая, не спать нужно было и не есть. Все время слушать это произведение на санскрите. Они хотели покинуть эту планету и идти на другие планеты, которые они выбрали. Они не хотели жить в Кали-Югу, поскольку все знали в прошлую эпоху, что в Кали-Югу живут одни деградированные живые существа. И все мудрые люди не хотели такого рождения в этих телах и с такой концепцией. И все великие риши, мудрецы, которые риши, это на санскрите означает мудрецы, и муни, они собрались в этом месте паломничества Мишаране со всей нашей планеты и стали выслушивать черемат-багаватам от великого святого, которого звали Сута Госвами. И тогда перед ними через несколько суток появился еще один мудрец, его звали Шукадева Госвами, и он сказал, что некоторые из вас должны остаться на этой планете, просто перейдя на второй уровень пространства. И вы должны поселиться в таком районе вторых Гималаев на втором уровне пространства, который рядом с Шамбалой. Этот уровень называется Текина-Ачелан. Это горный массив. Сейчас, если говорить на современном языке, этот горный массив на втором уровне пространства находится в районе Ирана. В районе Ирана. Рядом с такой вот этой нашумевшей мистической областью, которая есть, Шамбала. Пураны полностью объясняют, что за Шамбала, какая, кто там живет и что там происходит. И так несколько мудрецов, они остаются на этой планете, они сейчас здесь до сих пор, но это было более 5000 лет назад, они остаются на втором уровне пространства. И тогда перед ними появляется Кали, управляющее божество этой эпохи. И он вступает с ними в диалог. Он говорит, почему вы хотите препятствовать моей миссии? Я пришел по велению великого времени. И тогда эти мудрецы говорят, мы будем просто наблюдать, правильно ли ты будешь распространять свою миссию в век Кали. И тогда Кали объясняет, что он распространит цивилизация, будет вот этого Адамы и Авьевати, новый круг цивилизации, млечков. И он показывает им фрукт, который он похитил на этом жертвоприношении. Этот фрукт. И Адама, он в процессе медитации обращается к Богу в сердце. И Бог в сердце говорит, ты должен пойти в район Текинаачилом и перейти вместе с Авьевати на второй уровень пространства. Я там создал для вас сад. Там вам проявят вашу миссию. Итак, мы, к чему я это рассказываю, я думаю, вы уже поняли. Откуда появляется библейская история? Откуда появляется этот библейский круг? Это цивилизация млечков, мисоедов. И вот откуда появляется Ишапутра, то есть сын Божий, рожденный от Девы. Ишуа, которого сейчас здесь называют Иисус Христос. Это появляется, эта философия с этими всеми представлениями и всевозможными качествами. Итак, он, этот Кали-Юга, он приходит к Авьевате, он начинает с нее, с этим фруктом, он начинает ей объяснять. И дальше история рассказывается, что они изучали шастру, поклонялись дурге. Дурга это материальная природа. Они поклонялись дурге, они ходили в Индию, они жили очень долго, у них было очень много сыновей, и они начали эту цивилизацию. И дальше есть очень длинное описание, как это будет происходить, какие народы, как от кого произошли, какие языки, и дальше дается полное описание этой эпохи, как она будет трансформироваться в своей деградации, и как она, деградация будет остановлена, и как люди постепенно начнут очищаться и выбираться. из этих областей невежества. Спасибо, я, наверное, закончу свою информацию и хочу ответить еще час, посвятить, наверное, ответам на вопросы. И в процессе своих ответов я, может быть, буду рассказывать вам еще больше информации. «Открышки» «Открышки» Продолжение следует...